Пожилые люди месяцами не ходят в магазин, просят молодежь приносить им продукты. А те, у кого есть машина, выезжают из дома только в хорошую погоду. Через село Рассвет Страшинского района проходит национальная трасса, но нет к ней асфальтированного подъезда. Люди надеются, что до них дойдет проект «Хорошие дороги» и тогда будет решена их главная проблема. Село Рассвет. До Кишинева всего 40 километров, а проблема с дорогами как в далеком и забытом краю. Эта дорога единственная, по которой жители нижней части села Рассвет могут выехать на трассу. В сухую погоду, осторожно объезжая Рытвины, еще можно выбраться. Но если идет даже самый слабый дождь, люди не рискуют выезжать со дворов. Жители села говорят, что в непогоду не могут выехать ни за продуктами, ни в аптеку, ни по каким другим срочным делам. У жителя села Петра Сыли две машины. Жена тоже водитель, но только в хорошую погоду. Если дождь застает по пути домой, на машине уже во двор не заехать. Людям приходится оставлять свой транспорт у кого-нибудь из знакомых или родственников в верхней части села. А эта женщина на бездорожье получила сложный перелом ноги. Сельчане надеются, что власти продолжат проект «Хорошие дороги» и их проселочная превратится в асфальтированную. Тогда не только можно будет ездить без проблем, но и дети смогут играть в безопасности. А не на главной дороге. В верхней части села тоже с дорогами все плохо. Этот пожилой мужчина говорит, что даже за продуктами не ходит. Просит привозить ему все необходимое молодежь. Не е, когда мы дем вместе, а не выживая. Дело в том, что не было. На магазине, в этот магазин на магазине не было. Не было, потому что на газу не было. Мы сидим в уголоке, потому что там и у нас в белой лодки. Мы сидим в белой лодки. Но я не буду, потому что не было два месяца. Ни были в них не было. Апы, куржи, и у нас в уголоке и люди не могут пройти через одну сторону. Село Рассвет входит в состав города Боковец. Сельчане надеются, что когда будет решаться вопрос, какие улицы построить в рамках проекта «Хорошие дороги», их не оставят без внимания, несмотря на то, что по сравнению с основным городом коммуны у них маленькое село. В этом году в бюджете на государственную программу «Хорошие дороги» было заложено 900 миллионов леев. В прошлом году на ремонт свыше 900 километров сельских дорог было потрачено более 1 миллиарда.